Всем привет! Это курс «Испанский язык с нуля» и сегодня мы рассмотрим тему личных местоимений. Чтобы потом приступить к изучению глаголов, давайте посмотрим, какие есть личные местоимения в испанском языке. Итак, первое лицо, единственное число, я, будет ё. Второе лицо, ты, будет ту. Она всегда стоит с графическим ударением, чтобы не путать со словом ту без ударения, которое означает твой. Третье лицо, эль, он, эль, опять же, с ударением, потому что эль без ударения, это артикль. Эя, она. И также сюда относится уважительная форма, когда мы обращаемся к одному человеку. Устед, переводится как вы, с большой буквы. Здесь нужно сказать, что в Испании и в России употребление форм ты и вы сильно отличается. В России мы практически всегда используем вы, когда обращаемся к незнакомым людям, к тем, кто старше нас. По возрасту, по должности мы используем вы в школе, в университете, когда общаемся с преподавателями. А в Испании, наоборот, практически всегда используется ты. На работе, в школе, в университете, даже когда ты обращаешься к маме или бабушке своего друга, который старше тебя, все равно, как правило, используется ты. Форму вы используют, когда обращаются к незнакомым пожилым людям, например, на улице, ну или в каких-то учреждениях, например, в полиции, в больнице, в банках и так далее. А в других испаноязычных странах ситуация может отличаться, например, в Колумбии форма устед используется намного чаще, и часто ее даже используют в значении ты. Давайте дальше. Первое лицо множественного числа – мы, nosotras. Причем в испанском языке существует форма мы в мужском и в женском роде. Если я говорю про себя и про еще одного парня или про мужчину, я использую форму nosotras. Если мы говорит женщина про себя и про других женщин, используется форма nosotras, то есть форма женского рода. Если группа людей смешанная, то используют nosotras, как в мужском роде. Дальше. Второе лицо – вы, когда мы обращаемся уже не к одному, а к группе лиц – vosotras. Также существует женская форма – vosotras. И, наконец, третье лицо – они, eos, и женский род – eos, когда мы говорим об объектах только женского рода. А если объекты смешанные, то используется мужской род. И здесь еще одна форма – это уважительная форма уже к группе лиц – ustedes. То есть, еще раз. Если я обращаюсь к одному человеку на ты, используется форма tu. Если к одному человеку с уважением на вы – usted. Если к группе лиц – vosotras. И если к группе лиц с уважением, то есть если это публика или пожилые люди, то ustedes. В теории это так, но на практике разница между vosotras и ustedes больше региональная. В континентальной Испании «ustedes» практически не используется. А вот в остальных регионах, на Канарских островах и во всех испаноязычных странах Латинской Америки наоборот. Используется форма «ustedes», а «vosotras» не используется вообще. В книгах и фильмах можно встретить обе эти формы. И нужно понимать, что от формы местоимения зависит форма глагола. Поэтому вне зависимости от вашей цели, которая движет вами в изучении испанского языка, желательно сразу учить обе эти формы, чтобы в дальнейшем вы не встречали каких-то непонятных вещей. И теперь какие бывают притяжательные местоимения. То есть это те местоимения, которые отвечают на вопрос «чей», «чья», «чьи» и так далее. То есть так же, как «tu», «ты», только без ударения. «Su» – его, ее и «ваш», «ваш» от формы «usted», в уважительной форме единственного числа. «Ноэстро» – наш, так же зависит от рода существительного, с которым оно согласовано. В женском роде это будет «ноэстро». «Вуэстро» – ваш, то же самое «вуэстро», «ваша». «Ису» – это «их» и «ваш» от уважительной формы «ustedes». Все эти местоимения также согласуются и по числу. «Мисс» – мои, «тус» – твои, «сус» – его, ее, ваши, «нуэстрос» – наши, «нуэстрос» – наши, женского рода, «вуэстрос» – ваши, мужского, женского рода, и «сус» – это их и ваши, да, ваши, опять же, от формы «ustedes». Например, «ми каса», «мис касас», «ту amigo», «тус amigos», «су форма», «сус гатоз», «нуэстро коче», «нуэстро мадре». Не нужно путать «су» и «сус». В русском языке эти местоимения отличаются по роду субъекта, то есть его машина, его машины, но то же самое «их машина», «их машины». То есть неважно, сколько объектов, важно, сколько субъектов. Один – он или много – они. В испанском, наоборот, он и они, как вы видите из таблицы, одно и то же, но если субъектов много, то местоимение меняется. «Его машина» – «су коче», «его машины» – «сус кочес». «Их машина» – то же самое «су коче», «их машины» – «сус кочес». И здесь нужно сделать пару замечаний. В русском языке мы часто заменяем одно из этих местоимений словом «свой». В испанском языке такого слова нет, оно заменяется притяжательным местоимением, то есть «beo a mi amigo» – переводим «я вижу не моего, а своего друга», лучше сказать. Но на испанском языке это будет «я вижу моего друга», «beo a mi amigo». Или «Ea está en su casa» – «она в своем доме». Но на испанском языке дословно это будет выглядеть как «она в ее доме», то есть «su ее доме». Хотя правильно будет перевести это «она у себя дома». И вторая вещь. Слова «su» и «sus» имеют много значений, как вы видите из таблицы. Поэтому, если из контекста непонятно, о чем идет речь, очень часто после фразы с этим местоимением идет уточнение. Например, «mi amigo» – «está con su padre» – «моя подруга сидит со своим папой». Да, здесь понятно, что «su» – «это ее», то есть «моей подруги». Дальше. «Su telefono – esta roto». Здесь непонятно, это ее или его. Да, «su» – это его или ее. Поэтому лучше сказать «su telefono del – esta roto». Предлог «de», забегая вперед, означает «от», «из» или просто заменяет родительный падеж, то есть указывает на принадлежность. О предлогах мы поговорим потом, просто скажу, что в испанском языке нет падежей, и функцию падежей выполняют предлоги. Так вот, «de el» означает, что что-то принадлежит ему. «Su telefono del – esta roto». Или можно сказать «su telefono del padre». То есть эти мы показываем, что «su» означает «его» – «папы», а не «её». На этом все. Увидимся на следующем занятии. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok